Жители Зеленогорска, городская администрация и госстройнадзор пытаются остановить застройку Золотого пляжа. На территории крупнейшего естественного песчаного пляжа на северном побережье Финского залива, в глубокой купальной зоне, возводят коммерческое здание. Что в нем будет, непонятно до сих пор. По словам застройщика, спортцентр, но по информации риэлторов, апартаменты. Александр Щерба с подробностями. Этот участок земли на Финском заливе в пору называть не просто золотым, а бриллиантовым. Еще с довоенных времен пляж был самым популярным у горожан из-за природного мелкого песка, соснового леса, не говоря уже о панораме залива. Поэтому здесь всегда было людно. Однако сегодня побережье украшает четырехэтажная бетонная коробка. Два года назад коммерческая структура выкупила разорившееся кафе и на его месте начала стройку. Долго искали, где находится, что это такое. В самом темном углу у них был поставлен плакат, что это спортивно-оздоровительный комплекс и реконструкция. Как может быть реконструкция из одноэтажного дома четырехэтажная, я не представляю. Поначалу местных жителей смутила монументальность постройки, однако инвестор заверил, что здесь будет спортивно-оздоровительный объект. И они были не против, но только до того момента, пока не увидели информацию на одном из интернет-сайтов элитной недвижимости. Все тот же инвестор выставил на продажу будущие апартаменты. Посмотрите, какой может быть спортивно-оздоровительный комплекс. Какой вы меня измените. На перекрытиях еще не построенного комплекса видны следы от межкомнатных перегородок. Местные жители уверены, застройщик в спешном порядке их разобрал, чтобы уже в суде продолжать отстаивать свою позицию. Есть официальные документы, и мы можем работать только в рамках официальных документов. Это физкультурно-оздоровительный комплекс. Мнения и фантазии людей окружающих мы же не можем отследить всех. В том, что здесь возводится спорткомплекс, сомневаются не только горожане и районная администрация, но и госстроенадзор. Ведомстве изначально не давали разрешения на работу, признав четырехэтажную бетонную коробку самостроем, и обратились в суд со встречным иском. Служба обратилась с иском о сносе самовольной постройки. И суд принял решение снести самовольную постройку. Одну из двух построек обязали снести с законности. Второй инвестор оспорил в арбитражном суде. Но и там указали, что разрешение дано только на возведение спорткомплекса. Никакого жилья. Но местные жители уверены, застройщик работает по схеме, которая позволяет обойти закон, не нарушая его. Там, где застройщик не может возвести жилой многоэтажный дом, он может возвести коммерческую недвижимость, назвав ее апартаментами. То есть в данном случае апартаменты – это объекты недвижимости, похожие, будем говорить, на многоквартирный дом, в котором находятся объекты недвижимости, схожие с обычными жилыми квартирами. Многие юристы называют подобную схему странностью российского законодательства. Человек может быть прописан где угодно, а апартамент он просто снимает. И живет долго и счастливо. С видом на залив, прекрасным лесом и чистым песком. Зеленогорские активисты уже начали сбор подписей под обращением к губернатору, чтобы он вмешался в эту ситуацию. Ведь если не остановить стройку, то пляж в своем первознанном виде будет потерян. А жильцы, купившие апартаменты, смогут иронично шутить, мол, приобрели неплохие квартиры с придомовой территорией в виде золотого пляжа. Александр Щербай, Ля Кондратьев, Игорь Фролов, НТВ Петербург.